Финляндия Учитель, врач – это не огромная, не безмерная дистанция между социальными уровнями обладателей этих профессий. Няня, помощник воспитателя. И этот перечень можно продолжать. Основной момент – маленькие правила, которые соблюдают, не задумываясь. Как говорит наша Таня Мартила, да это даже в голову не придет. Зачем взять вторую тарелку, и если ты не платил за стол-буфет, шведский стол, что принято в русской ментальности, в постсоветском пространстве, набрать себе тарелку, не заплатив, и так далее, и так далее. Вот про маленькие правила, про дома без решеток, про дома без заборов. Мы находимся на причале, небольшой вот здесь вот причал и паромчик. Паром как-то, ну тут паром, вот не тот паром, который в Эфире, Хельсинки, Стокгольм, а вот еще такой паром, да, то есть тоже интересная семантика смыслов. То и то паром, но разница огромная. Просто несопоставимые системы, кстати, вот на этом очень хорошо говорить, такие философские категории, социальные категории, мега-категории, как несопоставимые системы. Вот несопоставимая система, которая называется одним словом паром. Вот паром Викинг Лайн, там Габриэлла, Амарелла, у нас много видео, и это важнейшая точка наших стажировок была в до вот этот вот замечательный период на букву С, который начинается из цифры 19. Ну а сейчас что? Будем пользоваться вот таким. То есть наши стажировки сейчас будут связаны с максимальной перепатетикой, с максимальным погружением в пространство, в урбанистику, в руралерия, где проживает наш ученик, студент. Это вот как раз специально для коллег, которые сейчас собираются. То есть если вы считаете, что вам нужно прийти и зайти в школу, вам нужно зайти и зайти в университет, то это не к нам. Мы не будем заходить в школу, мы не будем заходить в университет, ну вот по понятным причинам. Но мы с вами будем заниматься тем, что у нас будет интерактивный, интерактивный, иммерсионный, перепатетический тренинг понимания финскости, понимания финского стиля жизни. И на этой основе мы будем четко, конкретно, ежедневно проговаривать, как вписывается образовательная технология, такая-то, такая-то, вот такая-то, и успешно работает на финском пространстве, и как она будет работать на пространстве постсоветских стран. А конкретно из того города, откуда вы приедете, из тех школ, из тех учебных заведений, мы об этом конкретно будем говорить. Естественно, мы будем рядом с школами, мы будем рядом с детскими садами, мы будем видеть детские группы, ученические группы, мы будем понимать семейную культуру. Итак, про несопоставимые системы я сказала, про специфику стажировок обозначила. И вот здесь, вот я продолжаю, посмотрите, есть видеозапись, да, то есть вот данная площадь, данное, значит, пространство, Алуи, как вот, Ария, оно подвержит контролю. Вот здесь написано, что дети до 12 лет, вот они вот здесь вот, значит, должны быть под присмотром взрослого, чтобы перемещаться. Вот посмотрите, здесь находится вот такой специальный замок, кодовый замок, все, кому нужно вот на тот остров, они владеют информацией, какой этот кодовый замок, они туда заходят, и вот там что-то, видимо, вот дергают, двигают, и вот по этому канату передвигаются. Видите, никакой охраны, ничего не взломано, не отломано. Это, кстати, поставили относительно недавно, потому что еще прошлым летом мы снимали видео вот из этих кустов на предмет экологической культуры, и здесь такого не было. Посмотрите, обязательно есть, это также пляж, обязательно есть, вот как он называется, спасательный круг, есть урна. Ну вот этот вот печальный велосипед стоит, это еще вопрос, он здесь вот стоит, потому что его оставили, или потому что его кто-то так угнал. Это есть вот в Финляндии такая интересная фишка, уж мы не будем все хвалить подряд, хотя очень много хорошего, мы об этом говорить. Но вот если вопросы, что бывают, ну вот бывают, угон велосипеда, это как такой, знаете, китч, он никому не нравится, но вот разные же есть, кстати, категории молодежи. Это вот когда выпившись, особенно с пятницы на субботу, если какой-то велосипед плохо привязан, это вот так круто на него сесть, потому что за руль выпившись не очень хорошо, и из какого-то места, где все эти возлияния были произведены, приехать, а потом велосипед бросить. Это вот к тому, что вот тот велосипед, который вот стоит возле этого дерева, вот он, возможно, и такой. Ну, вообще велосипеды оставляют везде, привязывают. Ну, немножко что-то поменялось. В 2007-2010 как-то полегче оставлялись велосипеды. Но правила основной массой соблюдаются, законопослушно, понятно. Итак, стажировки от Скандинавского института академической мобильности в понимании финскости. Как на почве этнической, национальной культуры, в сочетании с мультикультурализмом, куда же без него, реализуются успешно системы техник, приемов, методик школьного и высшего образования. Без приукрас, но и без стереотипов. Погружение в финскую жизнь позволит вам понять эффективность финских технологий образования. Перепатетический коучинг, перепатетический эмерсинг, перепатетический квест. Стажировки Скандинавского института академической мобильности в Финляндии. Плюс онлайн аспекты понимания финскости. Скандинавский институт академической мобильности специально для своих будущих стажеров онлайн и офлайн. Продолжение следует...